То есть само по себе желание иметь дело с текотином означает сильное психическое напряжение. И то же я и вижу как бы на вашего сына голове. То есть откуда взялось это напряжение? Это напряжение взялось от судьбы. То есть где-то год назад начался очень напряженный период, тяжелый такой в его жизни. И он не справился, сломался психически. Как с этим бороться? Нужно, чтобы больше молитвы и духовной музыки было в доме. И нужно вам с семьей заняться спортом. Ну то есть начать пробежки, здоровый образ жизни. И рано или поздно это тоже засосет его. И тогда, если он начнет заниматься спортом, он перестанет употреблять сигареты. Я-то сам занимаюсь постоянно. Это значит, что придет время и он тоже самое будет делать. Просто его, когда судьба за жабры возьмет, тогда еще посильнее. Тогда он начнет на вас обращать внимание. Но есть одно но. Одно но. Я сегодня на лекции буду больше об этом говорить. Но заключается в том, что вы неправильно понимаете, что такое воспитание. Вот ваш сын представляет вашу судьбу. А вы сейчас на него злитесь. Это значит, что он будет делать хуже. То есть вам надо подобранно к нему относиться. Или шуточку ему говорить. Что с ним будет, если он будет дальше к улитку. Ну то есть как бы подобранно так. Вот. Без глобой. И он же человек, он тоже мыслит, думает. И надо ему оперативу тоже рассказать. Но ваша цель сделать так, чтобы между вами был хороший контакт. Я вижу, что вы делаете много для этого. Надо делать дальше. И дальше. Только дает время, и все поменяется. Не бывает такого, что солнце восходит, и тьма остается. Может быть, бывает так, что долго еще где-то тень там остается. Но если солнце взлетит, то тени тоже почти все исчезают. Ну то есть, другими словами, ваша работа над собой, ваша правильная жизнь, несомненно, влияет на его судьбу. Уже где-то 25% влияния есть. Когда будет 50%, вы это увидите. Он не сможет жить старой жизнью. Не придется меняться. Да, изобретает по 50%, он переворачивается. Вам просто не надо паниковать. Не надо паниковать. У меня была такая ситуация с одним из родственников, моих младших тоже. У меня есть дети, дети моих сестер. И как бы молитва, спокойствие и победа. Паниковать не надо. Не надо чувствовать, что ничего не получается. Это всего лишь объем работы и все. Это не то, что безысходность. Судьба иногда человека как бы пугает. Надо пугаться. Иногда в отчаянии будет судьба человека. Надо пугать. Надо поддаваться на эти все провокации.